Отправляемся в специально отведенное место. Так вот, у нас сам шкив должен в одну сторону проворачиваться, то есть в одну блокироваться, а в другую проворачиваться легко. Но вот он заклинил. То есть он вроде бы как провернулся чуть-чуть. День добрый. Очередной авто Hyundai Grand Starks евро 4 года. Они шли у нас с 7 по 11 год. Жалобы на посторонний звук с двигателя. Мы уже сделали диагностику, провели все, выяснили, что у нас стучит. Я бы даже сказал, не стучит, а щелкает. Сейчас запустим двигатель, попробуем услышать, будет ли этот звук на данный момент. Вот здесь, вот в этом районе генератора происходят щелчки. Вот их слышно. Не знаю, сейчас будут или нет щелчки у нас происходить. Вот. Щелкает очень сильно. Очень многие путают данные щелчки с поломкой, допустим, двигателя, там, не знаю, цепи, форсунки или с чем-то еще. На самом деле это шкив генератора. Там есть такая обгонная муста. Сейчас мы вам все покажем, расскажем. Сейчас мы снимем генератор отсюда и уже в процессе замененного шкива мы уже вам все покажем. Так, делаем что, обязательно при снятии стартера или генератора снимаем клемму. Желательно снять минутку. Клипса уже заезжена. Неоднократно снималась. Так, снимаем. Что нам нужно сделать? Снять воздухозаборник. Вот он у нас. Появляется генератор. Ремень мы полно снимать не будем. Возьмем вот такой у меня специальный длинный ключик. Ослабляем ремень через натяжитель. И вот здесь стороночку его можно вот так поджать, и пусть он там стоит. Устроготь мы его не будем дальше. Удаляем проводочку с генератора. Зачелочки не ломайте, а то потом приходится все на стяжке цеплять. Возбуждение, разъем и силовая клемма. Также причиной свиста или щелкания муфты, если мы сняли муфта целая, причиной вот этих щелчков или какого-то, допустим, писка, визга или что-то еще, может являться ремень. То есть полуповший ремень, растянутый ремень, попадание масла на ремень, то есть проскальзывание. Все что угодно. Теперь у нас два болта. Сверху и снизу. Сейчас отворачиваем. Вытаскивается он не всегда легко, потому что у нас там его зажимают втулочки, которые мы потом стукнем для того, чтобы устанавливать было легче. Так, вот у нас генератор. Так, сейчас мы пройдем в другое место. Берем головочку на 17, с собой гайковерт, трещотку на 10, на 8. Так, маленький молоточек, чтобы выбить втулку и вот такую проставочку. Так, все собрали, отправляемся в специально отведенное место. Так, вот так у нас будет выглядеть шкеф муфты. Он может быть разной фирмы, то есть это может быть оригинал, аналог, все что угодно. То есть все, что вам захочется. То есть можете приобрести за 3, 4, 5 тысяч. Здесь то, что изъявил клиент желание, то есть поставить не оригинал. Кстати, ничего плохого в этом я не вижу, то есть довольно долго они ходят, проблем с ними нету. Вот такой наборчик для снятия шкивов различных. Нам нужен шестигранник. Вот она у нас втулочка. Раз. Откручивать, закручивать я буду гайковертом. Но так как у вас, допустим, нет гайковерта, в принципе, ну набором тоже конечно будет, не стоит приобретать набор из-за этого. Раз. Два ударчика и он открутился. Убираем гайковерт. Так вот, у нас сам он шкив должен в одну сторону проворачиваться, то есть в одну блокироваться, а в другую проворачиваться легко. Но вот он заклинил, то есть он вроде бы как провернулся чуть-чуть, потом заклинил. Мы можем сейчас, наверное, в тиски его немножко зажать, так. Вот он. То есть вот он, я его сорвал, он прям щелкнул. То есть он должен у нас делать это легко и плавно. Ну вот, допустим, вот так. А в другую сторону, то есть он не крутится у нас. Так, прежде чем для удобства установки генератора назад, вот эти втулочки надо стукнуть в обратную. Здесь, внимание, вот так бить нельзя. То есть по-разному, можно стукнуть и втулочка выйдет, если она сидит свободно, но можно стукнуть так и кронштейн отвалится под корень. Поэтому нужно упереть. Что мы сейчас и сделаем. Вот прям на самый краешек. Получка села. Так, и следующую сторону. Все, отлично. Так, теперь сюда устанавливаем новый шкив. Также сейчас ударим его пистолетом. Есть, если кто-то, допустим, из вас скажет, почему я не воспользовался вот, 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 допустим, ну вот такой вещью, допустим, чтобы проставить через шестигранник, затянуть и зажать. Отвечаю на этот вопрос. А вот здесь отверстие широкое и позволяет зайти ему. Но здесь вот как раз, если вы увидите, то он не дает, то есть нет возможности взяться за этот. Иногда бывает под торг в самом валу, но у нас в данный момент под шестигранник. Поэтому затянем мы его просто гейковертом. Он обратно не открутится, потому что отворачивается в обратную сторону. Это, во-первых. Во-вторых, усилия будет достаточно. Ну вот, все этого будет достаточно. То есть, как бы, проблем с тем, что когда-то отворачивался и отваливался, вот после данной процедуры еще не было. Так, собираем наборчик назад. Убираем. Генератор у нас готов к обратной установке. Единственное, сейчас поставим защитный колпачок, в следующий раз при отворачивании, чтобы там не было всякой гадости. Так, шкиф все выкидываем. Собираемся назад и отправляемся. Устанавливаем. Так, генератор все работает. То есть, сейчас он должен встать туда довольно легко. Не нужно его туда выдергивать. Да, вот он свободно ходит, потому что в туловичке мы отпустили. Легче сперва вставить верхний болт, чтобы попасть нижний. И уже когда мы будем затягивать гайку и болт снизу, то мы услышим и почувствуем, как втулка сместилась и зажала. Все нащелкнуло. Затягивать здесь ничего с огромным усилием не нужно. То есть, ничего здесь не открутся, не отвалится. Ремешок мы здесь посмотрели. Ролики, помпу, все навесное проверили. Ну все, ремешочек на месте. Гаечку затягивать не забывайте, потому что при плохом контакте выгорает весь силовой кабель. То есть, есть такие случаи, когда люди плохо подтягивают или что-то попадает к этой грязи и фиксируется. Воздухозаборник. Здесь он просто вставляется и три клипсы. Клемму заново устанавливаем. По клемме желательно, конечно, снять, но есть особые случаи и просьбы клиентов, которые просят не снимать клемму. Либо делать замену АКБ, допустим, без отключения. У кого-то стоят регистраторы, магнитолы, телевизоры. Чтобы настройки не сбивались, можно, допустим, взять зарядное устройство, бустер, подсоединить и, не отключаясь от тему от питания, а заменить АКБ. Так, все, поставили, заводим. Ну, все у нас работает, все мягенько, хорошо. Ролики, как мы уже и проверили до этого, у нас они в порядке. Роликов четыре штуки у нас здесь. Один натяжной, три обводных. Так, все, закончили. Будем надеяться, что данный шкиф будет служить долго и качественно. Все, всем пока. Приедем. Субтитры сделал DimaTorzok